Говно, пенис, салфа, хуйки пламит дух! Хер, хер, жопа, пизда, член Голуха! Хер, хер, жопа, пизда, член Голуха! Здравствуйте, с вами Космик Фаерворк, и сегодня мы снова будем играть в игру по названию Age of History 2. Я немного развился, как видите, у меня есть 167 экономики теперь, и у меня есть союзник с Endongo. Да, это мой союзник. Ну вот, в этой серии мы сейчас должны точно развиться до монархии, а не до племени. То мне надоело уже сидеть в этом племени, я хочу развития. И то, что я еще помню, то, что вот эту фигню, которую я вкачивал, технологию, чтобы быстрее прокачивалась. В технологии там повышался уровень, это все фигня. Нужно прокачивать цену за колонизацию, иначе мы никогда не купим новую провинцию себе. Ну что ж, чтобы наконец-то завершить процесс превращения нашего государства в монархию, нужно повысить исследования на максимум и ждать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что ж, мы можем сейчас сделать племя? Давайте посмотрим. 3,5, да, наконец-то можем сделать племя. Так, исследования примерно на десяточку уберем. И я вас поздравляю, мы цивилизовались. Мы стали цивилизованными. Все. Ой, а зачем нам целое тысяча войск? Ну да, остальные провинции, конечно, очень овердыхера стоят. Я надеюсь, в ближайшем будущем мы их купим. А пока просто будем развиваться. Очень хорошее место выбрали, Кейптаун. Тут большая рождаемость, и у нас будет много-много людей. А Энтонг у нас, наверное, круче. А, нет, у нас 4 тысячи, кстати. Это очень, это очень хороший результат. Правда, население нас меньше. Ну ладно, во всяком случае, давайте продолжать развивать экономику. Скоро мы выйдем на общий мировой уровень, я надеюсь. Хотя, честно говоря, это очень долго надо будет. Стараться, чтобы выйти на этот уровень. Даже не знаю, может второй раз прибегнуть к этой хитрости. Чтобы можно было быстрее копить эти очки. Технологии. А то мы что-то так вообще будем очень долго развиваться. Серьезно, она так долго копится. Не успею уже состариться, наверное. Да, по-моему, мы делаем что-то неправильно. Потому что... Таким темпом мы никогда не вырастим. Посмотрите сами, типа. Нам нужно делать колонии. Колонии стоят овер до хера. Чтобы снизить цену на колонии, нужно прокачивать цену за колонизацию. Чтобы мы смогли покупать колонии, нам нужна экономика. Я не знаю, мы в жопе какой-то находимся, честно говоря. А, мы еще и налоги повысили. Можно максимум повысить налоги? Не, пока что давайте не будем. Вот столько. И нормально пока что. Исследование на максимум. Нам безумно нужно. Вот эти вот очки, пожалуйста. Ну дайте нам очки. Я вас прошу. Почему так медленно копится? Я вас вроде качал несколько серий. Да это невозможно, пацаны. Ну что это? Вообще похуй. Вот смотрите, оно вообще не копится. Что за дичь. Как мы вылезем из жопы, если оно не копится? Лучше в цену колонизации бы ее вкачал бы. Это было бы в сто раз полезней, блять. Цена за колонизацию почти не уменьшилась. Мы также бомжами остались. Бомжами остались. Пеник нету. Я не знаю, как из этой жопы выходить. Кромешной. Причем. Мы ничего не можем сделать. Я помню, я играл в кампанию за Россию. И там тоже были какие-то племена. Очень маленькие. Которые по 500 экономики были. И которые там имели... Там две провинции. Это были племена что ли. Или только-только монархия. У них образовалась. И вообще они такие были бомжами. Ты сейчас ощущаешь, она... Так же абсолютно. Ну, в общем, через некоторое время мы тут развились. У нас 10 тысяч людей в столице. 6 тысяч экономики в столице. В второй провинции у нас полторы тысячи экономики. И... Два пятьсот людей. И вот. 7К. 12К. Конечно. Я не знаю, почему у них такая большая рождаемость. Вот. В Эндонго. Хотя я понимаю, почему. Почему? Потому что у них провинции больше. А мне, чтобы больше провинции иметь. Мне нужно, чтобы провинции меньше стоили. Чтобы я больше зарабатывал. Чтобы больше зарабатывал, нужно вкладывать в экономику. Большие деньги. И то она растет безумно медленно. Чтобы я мог покупать, чтобы они не стоили меньше, мне нужно вот тут вот поднимать исследование. Иначе никак я не заработаю. В общем, это какой-то замкнутый круг, из которого невозможно выйти. Я не знаю. Такое чувство, что это мистика, это невыполнимая. Вот. И еще хочу сказать то, что я построил ферму. Теперь у нас не 83... Этих... Не 83% рождаемости, а 88. Видите, какой большой буст. Мы с этим точно станем круче. Не, ну вообще, это достаточно хорошо, что мы построили первое сооружение. Это уже означает, что мы достаточно сильно развились. Я надеюсь, в следующей серии мы наконец-то сможем купить какую-то провинцию. Но имеется в виду... Колонизировать какую-нибудь из этих... Четырех провинций. И продолжим развиваться. Надеюсь, в следующих сериях все будет намного получше. А то в этой серии как-то плохо вышло. Только вот вместо племени стали монархи. Это главное, что у нас получилось. Потом у нас... Потом у нас больше 100... Десяти тысяч человек стало в государстве. Ну... Построили ферму. Ну и все, в принципе. Я не знаю, что мы такое особенное делали. Скоро уже будет 17 век. А мы... А мы так и не вышли. Из этого отстал... Времени. Ну, ладно. В общем-то, такая серия получилась. Надеюсь... Не прям... Не прям эпичная. Не прям мега крутая. Но... В принципе, неплохая. В принципе, неплохая. Мы чего-то добились, главное. Все же, хоть что-то лучше, чем ничего прям. Я верю, что готенготы скоро смогут стать великой нацией. Не нацией каких-то бомжей, которые просто поселились в самом южной части материка. А нацией действительно великой, развитой, могучей. Которая будет равняться с всеми другими развитыми государствами Европы. Или... Азии, или Америки. Короче, да. Я в это верю. Ну, и вы тоже верьте. Спасибо всем, кто досмотрел этот момент. С вами был Костлик Фарворк. Всем удачи. И всем пока. Продолжение следует. Продолжение следует...